Марин, ну как вам? Маршрут сегодня замечательный. Нам повезло с погодой, безветренный день. Снега местами по пояс. Супер. Всем рекомендую. Маршрут легкий вообще? Средний. Наверное, тем ребятам, кто тропит, немножко сложнее. Ну, вам понравилось? Отлично. Февраль, и мы приехали из Ташкента в поселок Камышкан. Наш маршрут начинается от религиозного комплекса Хазрат Али Бува. Ну, а затем мы пойдем в сторону горы Учитаж. Благоустроил это место в 2010 году племянник первого президента. Успел закончить буквально за два года до своего ареста. Весь этот комплекс возвышается над поселком Камышкан. И построим через пребывание четвертого праведного халифа Хазрат Али, который, по легенде, поил здесь у родника своего коня. Вообще, название Кумышкан можно перевести как серебряный рудник. Ведь серебро здесь добывали еще в 9 веке. А сам поселок построен в 1948 году, чуть ниже этого рудника. Сейчас шахта не функционирует, а серебряный рудник закрыт. Глубина снега на маршруте сначала по щекотку, потом по колено, ну а местами и по пояс. Снегоступы мы с собой не брали. Ведь мы же все знаем про антимикробные свойства серебра. Ионы серебра подавляют и убивают бактерии. Когда на руду с серебром воздействует холод, то микрочастицы серебра освобождаются из породы и двигаются наверх, на поверхность снега, к солнцу. Сейчас конец зимы, и весь снежный покров буквально пропитан этими наночастицами серебра. Наши ботинки, перчатки, одежда намокает и пропитывается защитным серебряным слоем. Миш, расскажите, куда мы сегодня забрались? Мы забрались на гору, на какую-то пока безымянную, возле Кумышкана. Нам еще идти... Где мы? Куда сегодня мы идем? Куда-то мы идем. Ну, поделитесь с людьми. Я не знаю, но там будет безымянная гора, поэтому без понятия назовем ее в честь нашего босса Шавкана. Еще раз палками показать, куда мы идем. Короче, вон туда. В ту сторону. Вы не уверены полностью, да, куда мы идем? Я приблизительно направление знаю. Куда идти, куда идти, не важно. Когда не знаешь, куда идти, любая дорога хороша. Не, ну ты зря так. А тебе удобно так идти? Идет весь вес рюкзака и идет лошадь на плечи. А нужно, чтобы он ложился на... Ну, у них вроде не тяжелый рюкзак, чтобы этот... Как вам по снегу? Отлично. Самый лучший день. Там, кстати, внизу у паркинсая, недалеко от рудника, есть еще и сероводородный источник. И в теплое время его посещает очень много народу. Ведь сероводород здесь весной пахнет розами, а летом фиалками. Светлана, ну как, вот вы залезли. Залезли. Проваливаясь на ходу. Ну ничего, тяжеловато, но идем. Вы сами торопили? Конечно, сама. Я все сама. Я все сама. Сильная, независимая женщина. Саш, куда сегодня идем? Сегодня пик безымянный, высота 2.100. Вот, вдоль паркинсая, к мушкам. Который переводится на русский язык, как серебряный родник. И направляемся к пику безымянной, высота 2.100. Сегодня команда очень сильная. Люди у нас, как всегда, замечательные. Погода восхитительная. Ну и сильные, независимые женщины рядом. Поддерживают нас? Поддерживают нас, да. Поднимают, когда вы упадете? Поднимают и торопят. И тащат. И тащат на себе. Ура! Ура, товарищи! Здравствуйте! Здравствуйте! Куда вы идете? Далеко в горы иду. Снег же вокруг. Так это же хорошо. Физическая нагрузка, чем дома сидеть, на диване лежать, у плиты стоять. Лучше здесь попахать. Так вы от плиты что ли бежали? Так конечно. Жиры сжигать. Чем жарить? Лучше жарить себя здесь. Таран, вы куда залезли-то? Да, еще не залезли. Мы уже лезем, уже рядом, уже близко. Уже чуть-чуть. Чуть-чуть. И мы будем там, где нам надо. Ну как маршрут? Шикарный. Самый... Вообще на изи. А для кого подойдет такой маршрут? Для начинающих точно подойдет. Он длинный, нет? Кому как. Мы... Они средние. Саша, суп готовите? Да-да-да, пельмешки. Место для нашего обеда подобрано просто идеально. Сидим на снегу и любуемся красивыми горами Учиташ, Кузулнура, Хавля. Как потеплеет, очень надеюсь, что мы посетим эти горы. Юля сказала, что мы сегодня поднимались на пик Шавката. Или пик Босс Шавкат. Это правда? Не пик Шавката, а не хребет Шавката, как говорится. Очень красивые места. Очень красиво сегодня погодой. Все повезло. Так здорово. Снега много. Как говорила Марина, местами по поясу топали. Несмотря на это, очень было здорово, красиво. Очень хорошо. Это для катания на пофе. Это специально. Это самый лучший спуск, транспорт в горных условиях, во время снега, зимой. Как называется? Хопслей. Думаю, такой вот бактерицидной пропитки нам хватит на целый год. Ну вот, вроде и все. И нам уже пора идти домой. Так что в свой выходной день сидите, пожалуйста, дома. А мы будем путешествовать и снимать для вас разные интересные места. Ну пока. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...